И что еще можно сказать очень кратко о еврейской жизни? Существует два очень важных измерения в еврейской жизни. Первое — это свидетельство. Второе — это, что я называю, ходатайство. Свидетельство и ходатайство. Что подводит к третьему. Третьему, что называется, научить народы закону Божьему. Знаете эту фразу? Вы поете это? Из второй главы Исаии. Потому что закон выйдет из Сиона и Слово Божие из Иерусалима. И я хочу сделать особый акцент на первых двух измерениях. Бог говорит, что народы должны смотреть на наш образ жизни. И что народы скажут, какой Бог так близок к своему народу. И чей закон настолько праведен, справедлив. Это находится в Девариме, в Второзаконе, 4 главе. И наше существование как народа, как свидетеля Бога. Мы доказали то, что Бог существует. Если мы исчезнем, то Бога нет. По крайней мере, в свидетельстве. Поскольку мы народ с вечным заветом, вечного завета. И основной корень антисемитизма разрушить, уничтожить евреев и таким образом доказать, что Бога не существует. Если вы дойдете до самого основания, то вот в чем является основание антисемитизма. Поскольку антисемитизм — это очень глубокий бунт, очень сильный бунт против Бога. Возможно, наиболее серьезный из всех, которые могут быть. Поэтому другие люди должны смотреть на нас и понимать истину о Боге. То, что Он верен в Своем завете. Но и также понимать истину о путях Божьих. Во-вторых, наша жизнь ходатайственна. Когда Авраам приносил жертву Исаака, то Он приносил Своего Сына как жертву за народы. И Он был как передосвященником всего человечества. Когда согрешили Адам и Ева, то этим они указали на свое желание жить независимо от Бога. Мы хотим принимать свои решения собственные. Мы хотим сами решать, что правильно, что неправильно. И когда Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака, то это вообще был нонсенс. Ведь Он был ребенком обетования. И Авраам не смог бы сам догадаться. Как-то придумать, понять. Он мог только слушаться. И также Он проявлял абсолютное послушание Богу. Жил в откровении. И возвратился к подчинению и партнерству с Богом. Поскольку мужчина и женщина были созданы для подчиненного партнерства. Поэтому Он как представитель человечества. И это дело ходатайства для того, чтобы возвратить человечество к Богу. И в значении самого Завета Авраам отдает свой самый ценный дар. И это как бы бросает вызов Богу для того, чтобы Бог дал свой самый ценный дар. И поэтому мы видим такой параллель в жертве Ишуа. Что это похоже на жертву в Исааке. И жертвоприношение Исаака — это ходатайственное акт, ходатайственное дело, которое призывает или взывает, направлено на жертвоприношение Ишуа. Это понятно. И это ходатайство, то есть направлено на пришествие Ишуа. И ходатайство за искупление всего мира — это и есть суть еврейской жизни. И обычно в раббенистическом иудаизме понимают, что система жертвоприношения в Израиле не была нацелена, направлена только для Израиля. Но это священническая система ходатайства, которая сохраняет мир до времени пришествия Мессии. Это понятно? И причина, по которой евреи молятся трижды в день, как называется эта трехразовая молитва? Шахрит, Минха, Маарив. Утро, обед, вечер. Поскольку это было время храмового жертвоприношения, служения храме. И нужно понять эту большую истину о синагогах. И можно многое критиковать, отношения синагогах. И так же многие евреи не понимают это о синагогах. И цель синагогальной молитвы не ради этого человека, который молится. Допустим, мы идем на служение, и мы говорим, что я буду с этого иметь? Это абсолютно чуждое понятие для суть, смысла синагогального служения. Служение в синагоге направлено на искупление Израиля и народов. Это замещение храма, который играл роль в искуплении Израиля и народов. Единственная параллель, которую я знаю в христианстве, это монастические молитвы. Понимаете ли, что Израиль является священником? А что делают монахи в монастыре? Допустим, монахи собираются на свою молитвную встречу и говорят, что я буду с этого иметь? Нет, нет, не в этом суть, не то, что я буду иметь с этого. Не в этом вопрос. Но вопрос всегда в том, что ты вкладываешь в это. Вы собираетесь в монастыре ради искупления народов. Вот в чем суть служения в синагоге. И также молитва Амидда. Нужно повторять эту молитву трижды. И это как замещение жертвы. Молитва, которая указывает на Ишуа, поскольку вы исповедуете обетования Бога в этом ходатайстве, что Бог исполнит все эти обетования в избавлении Израиля и народов. Это понятно? У нас вообще другой образ мышления, не так ли? Мы думаем о церквях и думаем, ну, что я буду с этого иметь? Это неправильный образ мышления. Но первая мысль, которая должна прийти, что Бог будет с этого иметь? И что мир получит от этого? Поскольку мы настолько самососредоточены. И мы не будем говорить об этом сейчас, но просто я скажу, что еврейская жизнь — это ходатайство на действие, которое смотрит в будущее, когда будет искуплен мир. И что все праздники и шаббаты, хотя все это празднуется, отмечается, все равно в этом есть и суть ходатайства ради искупления мира. Поэтому это священники. Мы священники, как евреи. Кроме того, жертвоприношения в храме являлись ходатайством ради искупления мира. Не только ради прощения грехов людей, но, конечно, все мы этому научены. И поскольку жертвоприношения были совершаемы на горе Мария, то Равин и понимает, что каждое жертвоприношение имеет отношение и связь с жертвоприношением Исаака. И поскольку жертвоприношение Исаака было направлено на искупление мира, поэтому всякое жертвоприношение, совершаемое в храме, направлено на искупление мира. Это часть этого. Часть всего. И если Исаак является прообразом Ишуа, то тогда все жертвоприношения направлены на пришествие Ишуа. И поэтому все наши молитвы в нашей еврейской жизни являются ходатайством для того, чтобы Ишуа возвратился. И хотя этого и не знают в синагогах, когда они молятся молитвой Амиддад и другими молитвами, они думают, что они молятся и вызывают о пришествии Мессии первый раз. Первое пришествие Мессии и искупление мира. Но это не так. Они молятся о втором пришествии Ишуа Мессии. И теперь можно перейти к вопросам. Я ожидаю хороших вопросов, если есть у вас вопрос. Кто будет первым? Кто будет первым? Также можете спросить, если вы чего-то не поняли. Можете расспросить о выборах в Соединенных Штатах. У вас тут все только один студент, но другие тоже должны задавать вопрос. Насколько я понимаю из Писаний, заповедь, точнее, великое поручение «Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа» Эта заповедь носит национальный характер. То есть это было заповедано конкретно Израилю, а не отдельным людям и тем более не языческим народам. Правильно ли я понимаю? И поскольку пришел Новый Завет, и с того времени Новый Завет является благословением для народов, то еврейским ученикам было сказано идти и крестить людей, чтобы привести их в сферу Царства Божьего, Царство Божье, которое пришло в мир через Ишуа. Поэтому идея в том, чтобы привести язычников в Царство. Но это еврейское Царство. Понимаете? Сейчас я их буду писать на доске, и потом будет перевод на русском. В отношении это все по теме мессианской врезкой жизни. Это ответ на все. F — это отец, буква О, можно написать. Y — это Иешуа, О, И. S — это Дух, Spirit. T — Тора. And R — это раввинитическая традиция. Отец, Ишуа, Дух, Тора — раввинитическая традиция. Дух, Саня, Дух, Саня, Дух, Саня, Дух. Это окей. Саня, Дух, Саня, Дух, Саня, Дух. Саня, Дух, Саня, Дух. Дух, Саня, Дух, Саня, Дух. Очень хорошо, спасибо. Вы получите А за любое, для этого курса. Это, можно сказать, основной конфликт в мессианском иудаизме. И если это будет выровнено, тогда будет все в порядке. Что я имею в виду? Мессианская еврейская жизнь — это новозаветная жизнь. Когда люди говорят, что они хотят практиковать библейский иудаизм, ну, я имею в виду Тору. Ну, это не так. Поскольку в Торе очень много чего-чего мы не делаем. Например, Тора позволяет разводиться с женами. Допустим, нам не понравилось их поведение. Мы устали от них. Можем развестись с ними. Это так? Это правильно? Ну, возможно, это можно дебаты устроить по этому поводу. Ну, что Иешуа сказал? Моисей позволил разводиться из-за жесточения сердец. Но Иешуа говорит, «Теперь я этого не позволяю». И затем он возвращается к книге Бытие. И что в этом же отрывке, в том же отрывке, большинство людей понимает, что Иешуа восстанавливает моногамию. Один муж, одна жена. В Торе, если мужчина умирает, и у него не было детей, наследников, то его брат должен был взять жену и его жену. А что, если его брат уже женат? То сколько у него тогда жен может быть? Будет тогда. У него будет две жены. И можно сказать, что Тора подталкивает, поощряет полигамию. Это, можно сказать, на грани поощрения и заповеди. Сколько жен было у Якова? Две. Но другие были что-то похожее на жены. Четыре женщины. Как насчет Авраама. Сколько жен было у Давида, царя? Несколько. И сказал ли Бог, что... Сколько жен было у Соломона? Ой-яй-яй. Ой-яй-яй. Но... У Соломона было слишком много. Но нигде не говорится, что у Давида было слишком много. Может быть, десять, пятнадцать, двадцать, но сотни — это слишком много. Тора Нового Завета не позволяет полигамии. Есть очень хорошее слово на русском языке — полигамия в Новом Завете. Нет. Как насчет рабства? Торе говорится, что у вас могут быть рабы. И если у вас будет конфликт с вашим рабом, и вы будете его бить, он потеряет свой зуб, но не умрет. То никакого наказания. Поскольку это ваша собственность. Но если он еврей, тогда он может быть свободным. Новый Завет не имеет никакой заповеди против рабства. Но Шоул говорил рабовладельцам, чтобы те относились к своим рабам как к братьям. Если вы относитесь к своим рабам как к братьям, то тогда они не будут более уже вашей собственностью. Потому к концу первого века верующие понимали, что рабство не совмещается с Новым Заветом. Когда мы изучаем Моисея, и ваш брат здесь, который приводит вам еврей, он также был на моем классе по Торе, вы видите, что не только развод, есть и другие законы, которые, можно сказать, это приспособления к тем временам. Не все в законе Моисея является вечным стандартом Бога. Некоторые так и есть. И Новозаветные Писания помогают нам, каковы же эти сферы, что не все там относится к этому. И вот если мы говорим, мы практикуем библейский иудаизм, так ли это на самом деле? А где же жертвоприношения? Приволокли своего животного для поклонения? Кровь там есть на поле? На полу? Где жертва, скажите мне? Иешуа. Иешуа. Должно быть, это значит, что когда мы говорим о практике иудаизма, то мы говорим о иудаизме Нового Завета. Не о Моисеевом иудаизме, но о бедуизме Нового Завета. Это все подводит нас к этим буквам, которые мы говорим. И я буду сидеть за минуту, у меня есть немного воды здесь. Теперь вижу, что вы сделали с вашими бананами. Сок приготовили. Поэтому я объясню здесь. Давайте откроем Йеремьяху. Перек 31 Когда мы читаем Нового Завета в контексте, то это очень сильно отличается от учения Церкви. 31 Я на английском читаю, а вы на русском. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с Домом Израиля, с Домом Иуды, Новый Завет. Поэтому с кем заключен Новый Завет? С еврейским народом. С еврейским народом. И затем, поскольку существует обетование Авраама. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. И некоторые люди говорят, что Новый Завет — это просто обновление Моисеева Завета. Но я так не думаю. Если это обновление Моисеева Завета, то это очень радикальное обновление. И там сказано, не такой завет, какой я заключил. О каком завете он говорит? Аврамовом? Завете Аврама? Поднимите руку, если вы думаете, что это завет Аврама. Но? Но? Завет? Давид? Завет с Давидом? Завет заключенный с Давидом? О, Моше! Нет. Здесь говорится только о Моисеем, Завете у Синая. И это то, что он говорит, «Потому что завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Или был их мужем в английской версии, как бы взаимоотношение мужа и жены. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон Мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». И только недавно я вам перечислял причины, по которым не весь Моосеев закон, не все его части являются Божьим законом, который вечен. И раввины также учат этому, что, когда придет Мессия, то произойдут перемены в Торе. Поскольку с пришествием Мессии мы изменимся. И при этих переменах некоторые просто не можно будет уже применить. некоторые вещи. Поэтому мой закон включает множество из того, что есть в Моисеевом законе, в Завете, но не все. И затем он говорит, «Напишу, и на сердцах их напишу его. Я буду им Богом, и они будут Моим народом». Уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, «Познайте Господа». Ибо все сами будут знать Меня. И поэтому обетование Нового Завета в том, что каждый еврей у каждого еврея будут очень близкие взаимоотношения с Богом. И затем Бог говорит, «Потом прощу я беззаконие их, их грехов их уже не воспомину». И это и есть часть Нового Завета. Это то, что говорит Господь. Если сие уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израиля перестанет быть передо Мною навсегда. «Потом прощу я беззаконие их, только если эти декреи уничтожат от моей силы, говорит Господь, то и племя из-за Мною навсегда, не останутся до Мною навсегда». Это 35-й и 36-й. Сейчас прочитаю 35-й. «И так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, и ставил луне звездами для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, то Господь савов имя Ему». И 36-й. И 37-й стих. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли, исследованное внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Теперь послушайте. Шма. Сохранение Израиля как отдельного народа является частью Нового Завета. Видите ли вы это? Это очень ясно видно из этого отрывка. Поэтому я бы сказал, что уникальный народ обладает какими-то вещами, которые делают их уникальными. Что же делает нас уникальными, как народ? У нас есть язык, также память, наша история и географическое расположение. Без этих элементов вы не являетесь народом. Поэтому если мы возвращаемся назад, начиная с первого, с последнего пункта, у нас географическое месторасположение. И это земля израильская. Земля, обещанная нам. И даже если мы не находимся в земле, земля находится внутри нас. Это наша земля. Одесса? Не наша земля. Украина? Не наша земля. Москва? А Москва? Нет. Нью-Йорк, может быть, нет. Много евреев в Нью-Йорке. Правда? Но не Нью-Йорк. Израиль. У нас есть язык. Наш язык. Йидиш. Иврит. И затем приятный Мессия после пяти минут. И что есть еще? Как у всех народов, у нас есть определенные праздники. У каждого народа есть время для праздника, для собраний общественных и для воспоминаний. Поэтому Иеремия также говорит о том, чтобы было сохранено значение всех праздников и с шаббатом. Это уникальная часть нашей жизни. Это память о том, что Бог сделал исторически. И так же мы увидим, что это ходатайственное основание в будущем. Поскольку все наши празднования каким-то образом ходатайствуют за будущее. И все они говорят о том, что Бог еще намеревается сделать. Уже говорится о том, что Бог сделал в Мессии. И так же то, что Бог еще будет делать. И когда мы возвратимся после пяти минуты, мы перейдем к 36 главе Иезекииля. И мы снова увидим эти три элемента. Географическое место расположения, язык, и также стиль жизни. Поэтому, если вы верите в Иезраю, то у вас есть эти три основных момента. И я еще не дошел до этих букв, но я иду в этом направлении. И мы дойдем туда. И так же готовьте свои вопросы. Там еще есть бананы для вас. До свидания. До свидания.